Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода короткие комментарии к недельным главам. И урок посвящается. И сегодняшние стихи из Мишлей, да, в этом году мы выбираем стихи из книги Мишлей в основном, как главный комментарий к недельной главе. Получается, что комментарий он не совсем к недельной главе, а скорее больше похож на комментарий к Хавторе, например, если бы были такие. Мы два года назад делали комментарии по Хавторам. А здесь как бы Хавтора, но не из пророка, а из книги Мишлей, да, из Писаний. Кстати, такие Хавторы тоже существовали, согласно традиции Гаоним, в некоторых местах, в Персии, в Мидии, евреи, в Минху в субботу читали Хавторы из Ктувим. И, между прочим, что интересно, я вам рассказывал когда-то, что Митра Шраба, четыре, пять, да, есть книг Торы, по которым есть Митра Шраба, и потом еще к Мигилам есть Митра Шраба, например, Ко-Хэлот Раба, Эста Раба и так далее. Так вот, все они разные, они все в разные времена, кто-то их собирал, и у них у всех разный стиль. Так я, например, рассказывал вам когда-то, что в книге Дворим, Дворим Раба, и ее уникальный стиль, что каждая глава начинается с Халахи, а самих глав гораздо больше, потому что в Израиле они делили главы на более маленькие отрывки и заканчивали чтение Торни за года, за три года примерно. Поэтому получается, что там, например, есть глава Шма-Исраэль, или, скажем, да, это в Ваэт-Ханан есть три разных главы. То, что у нас одна глава Ваэт-Ханан, там одна глава, это Ваэт-Ханан, одна глава, кажется, Китолит Банимы, одна глава Шма-Исраэль, например. Да, вот так вот делится на 23 главы книга Дворимы. Каждый раз начинается со слов «Научите нас, наш Равин, какой-то Халахи». А вот уникальность Титбришит Раба, что там всегда начинается с Псукас Ктувим. Вот тоже пример, как я говорил, типа Хафторы, только из Ктувим. И это тоже, вот, видимо, остаток от вот этих старых Минхагов. Я рассказывал, что сама Хафтора, тоже есть диспут, как она появилась, наиболее известное мнение и распространенное, что якобы когда-то была Гезейра, что запретили изучать, читать публично-письменную Тору, то есть Хумаш, но разрешили читать почему-то пророка. Это очень удивительно, а почему пророка тогда разрешили? Ну, в пророках больше написано того, что греки были, кто там, римляне, скорее всего, это считается, что был период греков. Во всяком случае, они как раз больше должны были быть недовольны именно пророками. Там как раз больше всего описывается про войны, которые еврейский народ вел и будет вести, и в результате выиграет, и все утешения в конце дней. И как раз больше похоже, чтобы, вероятно, было бы, чтобы Гезейра была как раз против пророков, еще больше, чем против Хумаша, который, в общем, никому не мешает особенно, кроме того, что, может быть, не хотели, чтобы людей соблюдали заповеди, и из-за этого могли Хумаш запретить. Но, в общем, у нас нет никакой, на самом деле, традиции, что это действительно так. Нет ни одного Медраша, насколько мне известно, который говорит, что из-за этого Хавтору установили, когда запретили читать Хавтору, но разрешили пророки из Пророковчи писать. Один из решений это предполагает, и потом мы все стали цитировать. Но, на самом деле, другие решения совсем по-другому объясняют Хавтору. Так вот, одно из самых убедительных объяснений Хавтора, как я рассказывал уже, что, опять же, они начинали со стиха какого-то, а потом рассказывали свой Медраж, что, в основном, Хавтора начинал с одного стиха обычно, который к этой главе как-то подходил. Так вот, у нас, Медраша, Бреш и Трапа, стих из Ктувим. Но, вообще, были другие, соответственно, традиции, да, где Равин начинал после чтения Торы давать какой-то Драш, и начинался стих из Невиим. А позже, если Равин не мог, не было такого Равина, который мог дать Драшу устную, то, соответственно, просто стали читать после этого стиха еще несколько стихов. И так появился Хавтора, то есть читали какой-то стих, который как-то относится к нашей главе, а потом заодно прочитывали еще несколько стихов после него, столько, сколько минимум бы прочли в Торе стихов, то есть 3 умножить на 7, 21 стих, да, 7 вызванных по 3 стиха каждый. Вот, например, в нашей главе, которую мы сейчас прочли, Хаэсара, там фактически Хавтора никак не связана с отрывком Торы, единственная связь это то, что первый стих Хавторы и Давид Стар был Стар, поэтому, так как здесь говорится про Аврагама, который состарился, так окей, подойдет это Хавтора, потому что там, говорится, один стих, который подходил. Если действительно начинался Хавтор только с того стиха, и остальное было Драша, то логично, что это Хавтора подходило к главе. Если же Хавтора изначально была целым отрывком из Невиим, то совершенно непонятно, какое отношение имеет наш отрывок в книге Млахим к отрывку Хаэсара, кроме того, что в обоих отрывках действующее лицо старое. Но это, как бы, вроде недостаточная причина этот отрывок читать. То есть, в таком случае, вот Ктувим, как я сказал, сохранился именно в Брешит Раба, что каждая глава начинается с Ктувима. Вот сегодня мы как раз тот стих, который наша глава цитирует в Ктувим, с него и начнем наши комментарии, а заодно прочнем несколько стихов до и после. А именно ведь в чем Тохен, да, в чем главная идея нашей главы, главы Тольдот? Вот. Идея, что бывают разные дети, конечно, да, что рождились у Ицхака и Ривки, в отличие от Авраама, у которых хотя бы от разных жен были дети, то у Ицхака и Ривки одна и та же мать, один и тот же отец, но дети совсем-совсем по разным путям пошли. И не обязательно так много должно было произойти. Многое, что, так сказать, закодировано было в их будущем, могло все равно разветвиться и пойти по-разному. И, кстати, согласно Гра, именно Сави де Беатуна, так называемые, афинские мудрецы, они как раз спорили с нашими мудрецами насчет этого, в их вопрос, насчет того, что как можно отличить, да, действительно непонятно, вот это яйцо, например, непонятно, что из него выйдет, да, черная курица или белая курица, так сказать, светлая курица или темная курица, или сыр, он откуда, да, из козы, которая черного цвета, или коза, которая, ну, темного цвета, или коза, которая белого цвета. Как такое вот происходит, что у нас такие разные дети? Ведь что рассказывает в начале Тора в нашей главе? Что говорится, что вышло сначала два сына. Первый был готовый, да, слово Айсав, Айсав, многие объясняют, что это слово Асуй, сделанный, да, что он вышел волосатым, но мы его не называем волосатым. Некоторые, кстати, говорят, что слово Айсав как-то связано с арабским словом, которое значит волосатый, но большинство комментаторов считают, и, похоже, Раши так считают, что Айсав от слова Асуй, что он вышел весь волосатый, а назвали его почему-то Айсав. Позже его назвали также Эдом, тоже интересно, что он же вышел красным, да, видимо, рыжим по цвету, во-первых, волос, в Торе слово рыжий, слово красный – это одно и то же слово, Эдом, да, по-английски, кстати, тоже говорят redhead, да, красная голова до слова, красные волосы головы имеются в виду рыжий, конечно, красные не бывают. Возможно, что и красная корова имеется в виду рыжая корова. Во всяком случае, значит, у него, во-первых, волосы красные, рыжие, во-вторых, может быть, даже кожа тоже, есть дети, которые рождаются очень такие красные, их обычно обрезать из-за этого невозможно, и ждут, пока они немножко подрастут, их не обрезают на восьмой день, так в Талмуде написано, если очень красный вышел. Во всяком случае, он, может быть, и весь был тоже красный. Но интересно, что Тор не говорит, и поэтому его назвали Эдом. Тор описывает другую историю, и вроде бы его назвали Эдом из-за того, что он пришел и сказал, что вот дай мне этого красного-красного. То есть, это не потому, что он один раз просто назвал какую-то Эду красной, из-за этого бы его Эдом не называли, но, видимо, у него была общая склонность ко всему красному, нравилось все красное. Знаете, как в Советском Союзе тоже красный цвет, даже слово в русском языке красивый и красный, видимо, однокоренный. Но все красное в Советском Союзе очень нравилось. Красная армия, красный флаг. Так вот, Эду Мьян говорит, Медраж, есть такой Медраж Раба, что у них все красное, красная земля, они все любят красное. Поэтому, видимо, Исаф просто показал, что он любит все красное, поэтому его стали называть Эдом, не только потому, что он родился рыжим. Из-за одного этого его бы не назвали Эдом. Это все интерпретация большинства. Ну, а Барбанель вообще считает, что вот этот отрывок, в котором описано, как он захотел красного поесть, он никакого отношения не имеет к названию Эдом. А Барбанель говорит, что слова «поэтому назвали его Эдом» не имеют в виду его самого назвали Эдом, там, Яков, или он сам себя, или кто-то стал теперь называть Эдом. А имеется в виду, поэтому он назвал «Еду Эдом». Алькен Шекараши Мой Эдом имеется в виду, что описывает Тора, почему он не назвал, какая именно эта еда. Он говорит, дай мне этого красного, красного. Почему? Потому что он был такой усталый, что он не мог даже посмотреть, что там в кастрюле. Он так развалился, усталый после... Хозяин говорит, что после охоты пришел. Такой усталый. Тора говорит, что он, по-моему, в случае с поля пришел, и что он был охотником. Он пришел такой усталый и говорит, дай мне вот этого красного, красного. Поэтому, который говорит, что он был такой усталый, что не мог посмотреть, что это, что это чечевица, поэтому назвал это красным. То есть по Барбанелю не из-за этой истории его назвали Эдом, а Эдом его назвали, потому что он на самом деле был рыжий. Как бы там ни было, получается, что есть несколько имен, да, есть слово Эйсав, есть слово Эдом, еще есть слово Сеир. Сеир мы не находим, чтобы самого Эйсава так называли. Правда, Йосиф Флавий, похоже, считает, что его Эйсава назвали также Сеир. Я же рассказывал, что Дат Софрим нередко цитирует Йосифа Флавия, считает, что многое из того, что он пишет, как, ну, называют Йосиф бен Матитьяху, что многое из того, что он пишет, хотя он писал для греков и по-гречески, но что многое, и для римлян, да, но что многое из того, что он пишет, это действительно аутентичные традиции. И я нашел, что, похоже, в некоторых Медрашах и в Зугаре, и в Рамбане тоже есть источник на такую идею, что, возможно, самого Эйсава называли Сеир тоже. Вообще, Сеир позже породнился с Исавом, был такой Сеир Ахори, Сеир из хорейцев, из местных жителей, из канонейцев, и позже они породнились, и они, видимо, жили вот в этих местах около Мертвого моря, где Исава осел. Во всяком случае, получается, что Исава есть тройная, да, тройная связь, два имени, одно, может быть, имя его, во всяком случае, какая-то связь, и потомки его были связаны с этой нацией тоже, это Сеир. Вот Сеир уже действительно значит, во-первых, как-то связано с Саар, да, с волосами, что он волосатый очень был Исав, и во-вторых, может быть, Сеир, связано еще, да, слово Сеир, значит, козел, иногда так называют, кстати, демонов тоже, Сеирим Тора называют. То есть, получается, что Исава много разных связей уже с детства, каких-то предиспозиций, да, каких-то склонностей, и используют еще интересные слова ЦАД, ЦАИД все время, ЦАД, ЦАИД, что он был, значит, охотником, ловящим дословно, и Ицхака он поймал, да, здесь разные торгумы, уже самые ранние крупицы устного закона, по-разному переводят слова КИЦАИД БИПФИВ, имеется в виду, что то, что ловит Исав во рту Ицхака, то есть Ицхак ест улов Исава, и поэтому он его так любит, или имеется в виду, что ЦАИД БИПФИВ, что он поймал его своим ртом, что Исав ловит своего отца Ицхака, старого, уже полуслепого, он его ловит тем, что он все время подлизывается, да, и лицемерит, и делает вид, какой он хороший, и таким образом он с помощью пропаганды получил Ицхака на свою сторону. В всяком случае, вот этот ЦАИД, ЦАД упоминается, получается, и в стихе, где говорится, кем стал Исав, и тем, какая связь между ним и Ицхаком образовалась. Вот, в всяком случае, мы видим вот такое вот большое различие между Яковом и Исавом, как их пути разошлись. Так вот, стих, с которого начинает Медрошраба к нашей главе, обычно они с Тахелим начинают, они же любой стих, кто Вим могли процитировать, но здесь они начинают из Мишле, и я тоже решил выбрать этот стих. Это 23 глава, 25 стих. Будет радоваться твой отец и твоя мать, и веселиться тот, кто тебя родил. Позже мы объясним от имени Гра разницу между словом Исмах и словом Тагель, да, это разные виды радости. В благословениях во время свадьбы у нас есть там 10 или 12, по другому мнению, слов упоминается, и в том числе там много синонимов слова радости. Считается, что есть 10 слов радости разных, и у них у всех какой-то отдельный аспект. Гра пытается объяснить различия между всеми этими словами, которые означают радость, согласно Хазаль. Так вот, в том числе разница между Симха и Гила мы позже обсудим немножко. Но до того, как я хочу обсудить этот стих, я хочу прочесть контекст этого стиха, чтобы он написан до этого в книге Мишлей. Итак, говорится сначала, сын мой, если... Это 16 стих, 15 стих, извиняюсь. Если ты мудрый, если твое сердце мудро, радуется и мое сердце также. И будут довольны мои почки дословно. Ну, это, конечно, выражение, так же, как мы говорим, что сердце думает, да, сердце радуется. Так же у них выражение было почки. Сегодня так не принято говорить, но сердце все еще осталось в языке, хотя сегодня мало кто верит, что сердцем человек думает или радуется. Но выражения остались, так же, как выражения подобные, заход Солнца и множество других выражений, которые, может быть, при каких-то обстоятельствах технически неправильные. Насчет захода это отдельный разговор, что, согласно общей теории относительности, можно все-таки говорить о заходе Солнца и Кипшута, да, и в прямом смысле. Но даже вот во время, когда люди полностью верили в теорию Коперника и уже полностью отвергли геоцентричную систему, но все равно заход Солнца остался. И так множество других слов. Так вот, Кильотай, да, в старые времена почки тоже считались местом, или, может быть, образно так говорили, да, местом мыслей. Значит, будут радоваться мои почки, когда твои слова прямые. И потом немножко отвлекается, да, несколько стихов по отношению, да, это все как бы пожилой человек, сообщается он сыну. Мой сын, да, говорит, пусть не радуется твое сердце и не завидует злодеям и грешникам, только бойся Всевышнего все время, постоянно. Потому что если есть надежда и хороший конец, то надежда не закончится. Слушай же, сын мой, ты мой сын мудрый, и когда ты идешь по пути своего сердца, не пей много вина, не нажирайся мясом. Кстати, Хазаль именно из этого стиха учат по отношению к Бен Суреру-Муре, так используют те же самые слова. Совей яин, да, и золы лей басар. Вот, что значит, имеется в виду, что и Бен Суреру-Муре, это имеется в виду человек, который в том числе, да, его бунт состоит в том, что он украл и на эти деньги ест мясо и вино пьет. Иначе, говорит, говорит этот пожилой человек, да, в нашей притче, говорит своему сыну, иначе, говорит, ты кончишь плохо и обеднеешь. А сонливость, или как раз объясняет лень, приводит к тому, что у человека будет рваная одежда, да, что от лени у человека просто дребье будет в результате. То есть все порвется, ему будет в результате наплевать, ничего не чинит, ничего не зашивает, и он начинает ходить в разорванном дребье. А Хазаль, соответственно, понимает, что также в отношении, например, человек, который немножко занимается торой, а потом много пропускает, то у него вся его тора тоже такая, как вранная одежда, что ничего путного, ничего, так сказать, собранного у него нет, только отдельные куски информации там и сям. Поэтому, когда только засыпает в виду Мироше, у них же вся тора была устная, и догнать уже невозможно, что упущено. То есть ты прослушал половину лекции раввина, но в реветре просыпался, что-то слышал, то снова засыпал. Так это вот как раз получается потом, что вся твоя тора вот такая, как рваная одежда нищего, какие-то, тряпье какое-то старое и гнилое. А вот дальше, наконец, то, что нас больше всего интересует в этом отрывке сейчас, слушай своего отца, который тебя родил, и не презрей, хотя состарилась твоя мать. Гра объясняет, у него общий подход к всей торе таким образом, что делится, говорит, тора на письменную тору, устную тору и еще секреты тору. Вот так он делит. Не только письменную устную, но еще он считает, что отдельно Каббала должна считаться. Он также пишет свои комментарии к Ишияху в стихах, где говорится про еврейский народ. Знаете, вот это тот отрывок, где говорится про Сарафим как раз. Мы его читаем во время Парша Титро, что говорит, там, голос слышит Ишияху, что будет наказан еврейский народ, что, во-первых, хашмен лев хаамазе, будет его сердце жирным, так сказать, покрыто жиром. Потом тяжелыми сделать его уши и, наконец, закрыть его глаза. Игра объясняет вам, что это вот три уровня как раз, что сначала человек забывает секреты торы, это значит, что его сердце закупоривается, потом его уши, то есть устный закон не слушает больше, и, наконец, в конце даже письменную тору забывает. Пен-и-ре-бе-ин-ав, да, чтобы он не, наоборот, обратный порядок, не увидел глазами, то есть письменная тора сначала, потом устная, потом, наконец, секреты. Да, и услышит ушами, и его сердце поймет. Вот, и также здесь он объясняет, что имеется в виду три уровня. Говорит, что слушай своего отца, это, говорит, письменная тора почему-то, а тот, кто тебя родил, это, говорит, подсказка на секреты торы, а не презрей то, что учит, да, потому что у тебя мать старая, это, говорит, супротив устной торы. Потому что, видимо, устную тору, да, передавали в основном в семье, человек получал традиции прямо внутри семьи, поэтому тут подсказки словами старая мать, которая, да, вот, как говорят, например, та же Чува Рожба, известно, что даже Минхаги, которые старые женщины делают, это серьезный Минхаг в иудаизме. Невозможно на базе какого-то пилпула отделаться от обычаев, которые даже просто передаются старушками. Потому что все это часть нашей устной торы, в каком-то смысле. Причина, почему, говорит, именно старая мама, потому что, говорит, устная тора, она единственная, которая постепенно развивается, то есть стареет в каком-то смысле, взрослеет, что все остальные, они на одном месте находятся, письменная тора не меняется, ну и секреты торы, видимо, тоже он считает, что не меняются, а вот, да, они все по традиции. А вот устная тора сначала были Мишна-Йод, потом была Гемура, потом Гаоним, потом Ришоним, потом Ахроним, поэтому, видимо, говорит, что это старая, старая тора, которая много накопилась в устной торе. Так вот, не презрей это все, да, что несмотря на то, что там много нового было добавлено в течение курса истории, не презрей, что состарилась твоя мать. И вот дальше, говорится, мудрость он получил и не продаст, хахмау мусару бина, мудрость, мусар, да, это этика, можно так перевести, правильное поведение и бина, понимание. И вот дальше наш стих, гиль-я-гиль, будет радоваться отец праведника. Здесь граф, во-первых, пытается объяснить разницу между праведника и хахама, цадик и хахам, и разницу между гиль и симха, да, гила сказано по отношению к цадику, а симха по отношению к хахаму. Во-первых, хахам везде в Мишле это мудрый, который вдобавок праведный, просто мудрый Эйнштейн в Мишле не называется хахам, да, Мишлей мудрый подразумевает следующий уровень после праведника, то есть как минимум он праведный, но еще и вдобавок мудрый. И Гратис пишет следующее, что разница между гила и симха, что гила говорит, это постоянная радость, а симха это когда что-то новое произошло, и человек радуется. Например, если у человека родился сын, он самех, когда родился у него сын, и потом уже, когда сын растет и ничего особенно не меняется, если ничего нового не произойдет, особенно необычного, то у него будет гила, а не симха, да, и будет радость постоянная. Поэтому, говорит, упоминается в другом стихе, мы это произносим в молитве по утрам, в какие-то зимыра, что по отношению к небесам, говорится, симха, по отношению к земле, говорится, гила. И смеху ашамаем, но тагель, да, гила, по отношению к земле. Почему? Потому что земля, говорит, не меняется особенно, а небеса все время новые, что, как говорится, под небесами, под солнцем ничего нового нету, как Гратис сказал, а вот над небесами есть. И так же, говорит, цадик и хахам, что цадик, это человек, который правильно все делает, он митсвы делает постоянно, но у него нет ничего особенно нового. Поэтому к нему относится слово гила, постоянная радость. А, да, потому что к митсвам не относится добавлять, митсвы, наоборот, нужно соблюдать, как положено, всегда одинаково. И это сопротив земли. А вот мудрость, она сопротив небес. И, говорит, знающий человек, соответственно, хохма, да, получает человек, когда он занимается именно Торой, и у него хидушим, он какие-то новые вещи для себя и для других открывает. И это, к этому относится слово симха, что он радуется новой вещи, которую открыл, и отец, соответственно, ему радуется, что у него такой мудрый сын. И, говорит, еще что, тот, кто делает митсвы, да, он может сидеть дома делать митсвы, а вот тот, кто занимается Торой, он сидит перед своим раввином. И поэтому Йолатеха здесь, тот, кто тебя родил в каком-то смысле, в духовном смысле, это его раввин. Да, и также, на самом деле, раввин сам учится часто от своего ученика, то есть ученик учит раввина. Поэтому, говорит, гиль-я-гиль, а ведь садик будет радоваться отец праведника, который сидит у него дома постоянно. Но это постоянная радость, но ничего нового. А вот тот, кто мудрец, который родил, так сказать, в духовном смысле, хохама, он еще выше, у него постоянная симха, да, Время от времени он узнает что-то новое и открывает его ученик новые вещи, и это приводит к симхе, к спонтанной новой радости. И дальше следующий стих. Исмаха, виха, вимяха, витагель, йолатеха. Возрадуется его отец и его мать, и, опять же, гила, да, веселым будет тот, кто его родил. Объясняет граф, теперь, когда этот ученик уже ушел из бедной драша и вернулся к родителям, то для них это теперь новая радость симха, а тот, кто ему дал все эти знания, для него это гила. И еще говорит, что воломаба, отец и мать, радуются сыну, потому что им дают особые короны за то, что у них такой сын родился и вырос. За те, да, и души, которые воломаба в будущем мире будут открывать их сын. Как я уже говорил, в этом году мы не пытаемся так уж сильно комментировать недельную главу, просто используем недельную главу как трамплин, чтобы комментировать какие-то стихи Мишлей. Но, во всяком случае, здесь смысл понятен. Основная идея нашей главы, что вот какими-то путями получилось, что Исаф только несчастье принес своим родителям. И, с другой стороны, Яков – это сын, которым могли гордиться в результате. Сначала Ривка, а потом это Ицхак понял. Поэтому, кстати, Ицхак не проклял Якова за то, что он нечестным путем получил благословение. Ведь интересно, что именно логично было бы, чтобы Ицхак, когда услышал, что Яков нечестно получил его благословение, он должен был бы его проклясть. Так было бы логично. А он, тем не менее, наоборот, оставил это благословение, говорит, гамбарухие. Кстати, существует такой медраж в нашей геморре в конце Макот, что тот, кто не говорил неправды, это Яков. Казалось бы, как-то не говорил неправду. Как раз Яков и получил нечестным путем благословение отца. Так я видел в комментариях Маорицхиуса, был такой мудрец, иногда произносил Хаджис, Хайес, его фамилию. Он был великий мудрец, и он очень много знал в секулярных вещах тоже, я имею в виду тех секулярных вещах, которые относятся к Торе. Он ближе был к маскилим, хотя он был полностью артодоксальный еврей, без сомнения, и полностью традиционный еврей. Но его интересы включали в том числе то, чем интересуется маскилим. Его, кстати, дочь Раф Хутнера в своей диссертации в Колумбийском университете, есть такая, Хутнер Дэвид, кажется, ее фамилия, или Дэвис, она сейчас Ребетсон в земле Израиля, для какой-то женской семинарии. В всяком случае, известная женщина, дочь великого Равина, здесь в рощи Шива Хаймберлина, Раф Хутнер, Равридска Хутнер. Так вот, она сделала диссертацию свою когда-то, она ходила в университет и получила PHD по как раз биографии этого Морисхиуса. Так она его там назвала Маскиль. Я когда-то показываю некоторым здесь ультрадоксальным евреям, они чуть ли не за голову схватаются, как она могла его назвать Маскиль. Но на самом деле это в каком-то смысле правильно. Он был одновременно традиционист и Маскиль. Такое тоже бывало. Его интересовало все. Собственно говоря, как и многих сегодня, включая меня самого. То есть, есть люди, которые интересуются не только тем, что написано в Геморе, но и пытаются это в общем контексте понять. Того, что мы знаем из археологии, например, и так далее. Как бы там ни было, вот этот Морисхиус, он приводит интересное очень объяснение здесь. Он напечатан в наших стандартных вильнистерских геморах в конце его комментарии. Так вот он к концу геморы Макот приводит такое. Что вы знаете, Гра, он не говорит, что это Гра, но это известная вещь от имени Гра в предыдущей главе. Что когда Элизер сказал, улай, может быть, имеется в виду, что так хотелось бы. Да, что слово, когда не хочешь, чтобы так произошло, а вдруг произойдет то, что не хочешь, ты говоришь, пен на иврите, а не улай. Улай – это когда надежда. А если, да, это что-то, что надеешься, что произойдет. Поэтому говорят Хазарь, что когда Элизер сказал, улай, не захочет эта девушка идти со мной, то как будто он этого хотел. А почему он этого хотел? Потому что у него снова была дочка, он надеялся, что искаку жениться на его дочке. На его дочке. Это вы уже наверняка слышали. А вот вопрос в отношении к этому в том, что почему же тогда Яков сказал маме, улай, а вдруг меня отец пощупает и увидит, что я не Исаф. Он же должен был сказать то, что не хочет. Так вот Морис Хрис говорит, что отсюда и доказательство, что на самом деле Яков очень не хотел. Он только послушался маму, на самом деле ему очень не хотелось. У него сердце не лежало к тому, чтобы получить благосостояние нечестным путем. Поэтому на самом деле был кристально чистый человек, и только мама его уговорила. По Раши у мамы было пророчество. Может, имеется в виду то самое пророчество, когда еще ей было сообщено, что младший будет выше старшего, еще когда она беременна была. Может быть, об этом пророчестве речь идет. Так что больше мы не находим, чтобы у Ривки были пророчества. Здесь спут у Хазара вообще, Ривка была ли пророчицей мамаши. Некоторые говорят, что все в нашей проматере были пророчицами. Но в Геморе в Мигиле приводится только, что Сара была пророчицей. В всяком случае, возможно, что имеется в виду то пророчество, которое она получила. Казач, что это было пророчество из Ешивы, как говорится, Шема и Эвера. В всяком случае, она когда-то получила вот это пророчество, что именно младший сын будет главным. Поэтому, может быть, это она имела в виду, когда по Раши она сказала своему сыну, что я знаю точно, что тебе нужно получить это благословение. В общем, Яков сам, получается, был человеком очень чистым, и на самом деле очень не хотел. И сердце у него не лежало к тому, чтобы обманывать престарелого отца, пусть даже технически он был прав. И когда он говорил, я Исав, он мог иметь в виду, что я на месте Исава, он же купил действительно первенство. И это тоже, может быть, была одна из причин, почему Исхак не стал его проклинать, когда он узнал от Исава, что на самом деле Яков все равно купил первенство. Так получилось, что все нормально, тогда все честно. Так некоторые комментаторы, и кажется, Исхазаль тоже есть такое объяснение, что Яков имел право выступать на месте Исава, и потом Исхак из-за этого не считал, что получилось несправедливо в отношении к Исаву. Броха, которая сделана неправильно, она не должна лечь, она не сработает. Но Исхак знал, что эта броха легла. Он почувствовал, что Всевышний дал ему сделать броху правильно. Знаете, вот как говорят в Талмуде, в трактате «Брохот», что один из мудрецов, он знал, если молится он за человека, который, в результате, выживет или умрет, если кто-то болел. Почему? Если молитва идет лаконично, он знал, что Всевышний принял эту молитву. Если нет, то он знал, что, значит, Всевышний не принимает. «Юде анишауми тураф». Я знаю, что он трейфа, да, что он умрет. Так вот, так же, можно сказать, и Исхак. Он почувствовал, что броха легла, что Всевышний с этим согласился. Поэтому он уже не мог больше проклясть Якова. Поэтому он сказал Всевышний, что извини, все, я уже все благословил Якову самое лучшее. Тогда Исхак ему говорит, что вот какой он обманщик, да, не зря его называют Экев, да, Яков, что он меня уже дважды обошел. Так вот, когда он это понял, согласно Медорашу, он говорит, «О, значит, все нормально, значит, тем более он заслуживает благословения твоего опыта, потому что он же у тебя купил Бихору». И на этом заканчивается наш урок. Лерихово шлемо, а расслаха бихонним, шел Хадас и Батахуа в Иколе Исраэль.